Всегда ли православного христианина должен быть Духовный Отец? Он всегда и есть. Он всегда и есть. Когда совершается крещение, рядом с крещением встает крестный восприемник, крестная восприемница. Как мы сейчас делаем, мы выбрали кого? Ну давай, крестная с моей стороны, а крестная с твоей. Это дико. Это не православно. Ближайших родственников это не православно. Кто такой крестный восприемник, восприемница? Это вот кто. Заботится о земной жизни человека, кто будет родителям, а как же о своей родителе, ты долг. О чем? Обо всем заботится. И накормить, и одеть, и обуть, и вот о здоровье маленького заботиться. И по ночам с тобой, папа и мама. Кто? Только маме может по ночам больше, папе зарабатывать денежку, кормить, а как же это? А о духовной стороне тоже папа и мама. Но в церкви еще есть помощь папе и маме заботиться о духовном-то, о душе ребенка. Крестный. Крестный. Почему? Так душа дороже, тело-то. Тело-то может быть временно, в любом случае, земные проблемы, а это для вечности, поэтому дополнительные заботники. Вот нужно выбирать в крестных тех, кто может быть помощником в спасении наших детей. Вот это и есть первый духовник. Уходит, мне моего духовника должны быть выбрать родительщик. Я ничего не понимал, что маменька. У тебя есть дети, ты должен выбирать им духовника был. Или будешь, если нет. Вот кого? Поэтому никто тебе нравится, какой хорошей походкой. Или с моей стороны родственников. А тот, кто может хоть чему-то научить. И с ним может, хоть молиться будет хотя бы. Мы знаем, что молиться немало. Это не мелочь. Это не второстепенно. Это главное. И при этом, знаете, какая традиция. В древней церкви крестный был один. У представителей мужского пола крестный. У представителей женского крестная. Вот так вот. В Грузии, например, в современной Грузии, крестных там нет ограниченное количество. Может, 25 человек. Там так понимают грузины. Но это же очень важно, душа. Пусть будет больше заботников. Это же хорошо. Поэтому у них может быть 25 крестных. Вот так вот они. А в России на сегодняшний день чаще всего два. Крестные и крестные. Но это нет такого правила. Вот я говорю, хоть как в Грузии. Хоть 25. Хоть один. Не важно. Важно не количество, а важно такие, которые могут быть действительно наставниками. Хотя бы молиться могут. Поэтому вот и первый духовник. Вот. Поэтому, если все правильно, все с духовниками. Все правильно. Если потом мы растаем и становимся, может быть, больше можем чего-то, чем нам крестные наши, свучатые родители, тогда дальше двигаться, конечно. Но только здесь один очень важный момент, если говорить уже о другом, еще о духовниках. Вы знаете, читая Древних Святых Отцов, они говорят, что в последнее время не будет духовно мудрых. Вот не Древний Святой. Относительно недавно подошел преподобный Серафим Саровский. Он умер, вы знаете, в 1833. Это не какие-то 2000 лет назад. В России. И он говорит, что в последнее время на Руси, он пишет, говорит, не только миряне, монашеский чин, а бездуховица, и монастыри превратятся в общежитии, а не в обители молитвы. Про архивеев не я. Сергей Хрисович говорит, что все, что архивеев в последнее время мог бы делать, это как павлина хвостом спускать. Это как двойная фраза. А в последнее время службы носят хвосты за павлина? В битрот. Вот только хвосты и мог. И еще в церковной древней традиции слово павлин это синоним гордости. Кто я? Только хвостом спускать. И Серафим Саровский вот это говорил. Поэтому сейчас, в то время, что мы живем, настоящих духовных вождей очень мало. И причина одного старца спасения нашли, говорит, батюшка, почему сейчас нет вот высоких таких духовно-духоносных таких явных великих старцев? Он сказал правду, простую, он сказал правду, настоящую причину. Он говорит, а старца откуда берутся, спросил. Ну как, вот он монах, старенький монах, например, уже опытник, да? А сейчас, скажем, а до этого он кем был? Когда-то был молодым. Ну когда-то в монастырь пришел, просто мальчишка, еще может парнем, неважно кем, безусом, да? И сначала кем он был? Послушником. С чего начинается монастырьское дело? Говорит, перевелись великие послушники. Поэтому нет и великих старцев. Что с ними тоже ждем? Сейчас в монастырях, Серафим Саровскому поменовали, сколько он был послушником, помните? По темам, все один, один срок, 10 лет. Раньше 10 лет никто не постригал. 10 лет. Зачем? А выдержать надо? Чтобы человек четко уже основал, чтобы сомнений не было. Да, это путь, с которым я буду идти теперь. Послушник может в мое время уйти из монастыря. Это не грех. Проверил себя. Нет, это не мое. Но не твое, слава Богу. Будь честным, хорошим семьянином. Живи в миру, по-доброму, хорошему. Помогите, Господи. А сейчас, скажем, знаете, скорее побольше настричь кого. Служить надо, там восповедовать, паломников заманивать. Там где-то все. Ну да. Начет жить надо. Деньги, ремонты. Мастыря, главное, деньги сейчас тоже. И результат. Как какие послушники? Им некогда невеликим, немалым быть. Там 2-3 дня хлоп, образно говоря. Ну то есть, ну как, 2-3 дня, меньше. Раз, монаш, тут дякуль, тут священник. Все. Батюшка, отец. А отец сопливающих теряется. Он отец, а может кулички строить. А он отец. Какой он отец? Что там отцовского-то? Так вот, и поэтому он говорит, великих послушников нет, поэтому не может быть и великих старцев. Я думаю, его рассуждают очень правильные, глубокие, жизненные, из опыта. Поэтому хочу сказать и у всех, мои злоты, вот в таком время живем. Время называется языком церкви и греческом апостасии, расхоложенности, расслабленности, изнеженности. Поэтому, ведь, кто ищет высоких духовных вождей, найдут таковые мало. Таковых. Таких мало. Но об этом предсказано. Древними святыми отцами, начиная с 4 века, уже об этом написано в их творениях и предсказано. И сказано, что делать такие случаи надо. Нам, этому поколению, сказано, спасаться будут, руководствуясь словом великих святых прошлого, через их книги. То есть, читая творения святых. Вот это путь наш. Путь, это путь наш. Не буду сейчас называть имени, не буду имени называть. Но есть батюшка очень рассудительный, очень рассудительный. И в месте благодатном. И в этом месте Господь сам ставит и священников таких прям явное, явное благодатное место без подробностей. Простите, не называй. И вот, когда люди приезжают от центра краев и спрашивают доходника, они все говорят, ну у вас же вот имени называют. Ну к нему, к нему. Батюшка, мы обращались. Он говорит, ну какой ябда ханик, что кто-то там в голову вбил-то это. А, не, простые душевные. Да это болгарский чудачок-то. И вот он раз был проездом из-за их вот церкви. На этого чудика взглянуть-то. И он меня видел. Говорит, отец Владимир, этот, я вот кто и откуда. Я сразу понял. Я говорю, батюшка, поругать меня. Говорит, конечно. Ты чего ко мне толпу шлюшь? Я ему в ноги упал. Просил прощения. Сказал, все равно слазь будем. А у нас выбора глянет. Он помолчал. Знаете, что сказал? Он сказал, я скажу, что слова его. Он сказал так. Давненько это было. Вот он говорит. Был я, и называют какого старца, известного. Он мне сказал, в свое время тебе будет много духовных чадов. Тем многих придется вести в Царстве Божьем. Готовься жить не до себя. Но он мне сказал, говорит, батюшка, это будет после 50-ти, когда мне. А мне еще 50-ти нет. Я ей воспользуюсь, говорю, а мы заранее места занимаем. Мы пока ничего не требуем. Только места занимаем. Платскажут. Вот. И я, например, говорю, зачем. И вот я сейчас окидываю 5 областей рядом. И только вот в двух местах, из двух областей могу назвать только. В одной из пяти областей в одно место. И в другое одно место. Указать конкретной личности. За которых можно быть спокойным. Хороший большинство есть. И никто не слышит, как много духовника много. Но чтобы человеку доверить, и быть спокойным с него. Только два таких. И это на все среди помогло любого. Всего. Так вот. Это о чем говорю. Хотя, например, вы знаете, великих вот, из тех, кого нет, им назвать отец Ираним Снахсадской. Мы знаем, что один взгляд его глаз. Такой любови, и вопросов нет, от его любви не было. Мы же знаем, кто его видел. Это какая была солнцеликая любовь в его глазах. Так вот. Ну, ведь я уже вечности Господь забрал. Поэтому таких мало. Мои родные, мало. И поэтому наш путь, если хотим идти руководствуясь по учениям, то вот путь учиться на словах древних великих, в их книг, которые нам оставили.